Наташа, добрый день. Добрый день, Роман. Наташа, сразу вопрос. Почему сетевой бизнес? Роман, мне уже 62 года. Я уже 7 лет пенсионер. До этого я занималась, конечно, линейным бизнесом. Во всяком случае, последние 26 лет. Упорно работали, сами помните, 90-е, когда в магазинах было все по талонам, а у меня семья, 3 человека, детей и муж, самый маленький ребенок. Поэтому пришлось заниматься бизнесом. Было очень тяжело, потому что мы пришли в этот бизнес в самое последнее. И ты знаешь, я ходила, изучала, кто чем работает, записывала все ассортименты и всегда привозила то, чего нет. Я всегда делала то, что не делали другие предприниматели, делали дегустации. И хочу сказать, что у меня небольшой был коллектив. Я не люблю слово коллектив. Коллектив — это много людей. А у меня была команда, которые работали как часы. Когда мне исполнилось 50, меня выбрали в депутаты. Это было признание населения. Четыре года я отпахала как следует. И думаю, больше в политику не пойду. Ну, пришел следующий выбор и пришли. И меня опять уговорили еще на 5 лет. И ты представляешь, 5 лет. Ты глава поселения, ты районный депутат. От района законодательное собрание тебя выбрали. Работай вот так. И встал вопрос. Ты не можешь усидеть на двух стульях. Что делать с бизнесом? И в итоге я все сдала в аренду. Сделала свое дело. 5 лет отпахала на людей. А потом решила, что я больше ничем не буду заниматься. Я очень устала. Так как мы знаем давно друг друга. И ко мне пришла такая Наталья Юрьева и сказала, ты знаешь, Роман открыл новую компанию. Я фактически пришла не на сетевой бизнес. Я пришла на твое имя. Зная тебя, зная, насколько, если этот бизнес, что он, вернее, будет этот бизнес, четким, честным, прозрачным. Сейчас найти честный бизнес – это просто невозможно. Практически его нет. Поэтому я решила, что я не смогу лежать на кровати. Я не смогу чем-то заниматься другим и невозможно без конца отдыхать. Поэтому я решила, что я попробую. Если ты помнишь, люди все работали, а я проверяла, как аудитор, шесть месяцев, наверное, как работает компания, как она отчиталась. И сегодня я уверена, что этот сетевой бизнес – мой. Мой муж говорит, бизнес должен быть настолько надежным, чтобы через год или через три людям не стыдно было посмотреть в глаза. Для меня это очень важно, потому что меня знает чуть ли не вся Ленинградская область. И я помню, как я скулила и звонила тебе по телефону. Помнишь, куда меня послал? В Казахстан! Я специально сказала «послал», потому что это было так от души сказано. «Петрова, этот бизнес стопроцентный! И если ты не можешь работать здесь, есть в Казахстан!» Я туда приехала, не зная людей и вообще первый раз в жизни в Казахстане, я пошла по сетевым компаниям посмотреть, как работают люди и где мне людей найти. Я ходила в какие-то кастрюли три дня, я ела то, что они готовят, познакомилась с директором, которая презентации проводила. Посидели в кафе, я ей предложила свой бизнес. И на сегодня она у меня в Казахстане, Маржан Сыдикова, которая прекрасная женщина, у меня там прекрасная ветка. Женщина, которая вырастила троих детей, одна, и сейчас купила две шикарные квартиры. И сыну, и себе поменяла квартиру. И она там как пример, и у нее хорошая команда. И она меня сейчас так это подгоняет, чтобы я не сидела. Понимаешь, очень важно, когда бизнес еще и востребован. А этот бизнес, наш бизнес, он настолько востребован, особенно кооператив, это 80% по статистике нуждающих в жилье. Это просто бомба. Ну как можно усидеть на месте? Я, правда, не жадная и независливая, но ты понимаешь, когда я смотрю на молодежь, особенно на Сережку Санникова, когда он достиг таких успехов за полтора года, а я за 26 лет этих же успехов, и вот возраст полтора и 26. Меня прельщают не деньги. Этот бизнес для меня, это вот хобби мое. Это то дело, которым я хочу заниматься. И хочу здесь иметь успех. Большой успех. Я сейчас тормознулась, у меня только пятый уровень. Но это лишь только потому, что я не закончила со своим линейным бизнесом. Вот еще две недели, я окончательно его спихиваю, потому что решение, полное решение есть, что я буду заниматься только этим. Вот для своего удовольствия и для удовольствия людей я буду делать прекрасное дело. Мне нравится в этом бизнесе, еще знаешь что? Что можно работать с семьей. Много семейных пар, на которых я смотрю, радуюсь, и очень радуюсь, что меня поддерживает мой муж. Он со мной рядышком. Мне не говорят детям, мам, ты с ума сошла. Они говорят, мам, как хорошо, что ты нашла себе такую работу, такое удовольствие. На тебя смотреть приятно, у тебя глаза горят. Понимаешь, когда новое дело и когда оно тебе нравится, ты молодеешь душой. Роман, мне еще, знаете, нравится компания тем, что, допустим, вот мы совсем недавно установили определенные правила, да, можно сказать, как кодекс чести. Я считаю, что в монастырь со своими правилами не ходит. Поэтому кто приходит в эту компанию, он должен четко понимать, как он должен выглядеть, что ему можно, что ему нельзя. У нас есть правила. Если это хорошая компания, она должна иметь свои правила, и мы должны все эти правила выполнять. Это тоже важно, потому что на нас смотрят со стороны. А где мы, допустим, какую-то огрешность, да, или оплошность. Мне очень нравится, что мы всегда в этой компании рассматриваем все вопросы и принимаем лучшие решения. Скажи, пожалуйста, а сетевой бизнес открыл для тебя какие-то новые возможности? Ты знаешь, занимаясь этим бизнесом, так как я всего здесь два года, да, и занимаюсь линейным бизнесом, и сравнивая вот это все, в сетевом бизнесе вот это вот, наверное, новые знакомства. Когда ты видишь у людей радость в глазах, когда ты видишь, что тебя рады видеть, ты знаешь, что новые друзья, новые знакомства, новые примеры, это вот как раз новая жизнь. А потом, все-таки, мне кажется, что вот этот командный дух, он придает очень многое людям, он поднимается внутри. Мне очень нравится, что у нас есть обучение. Мне кажется, что вот это самое главное. Есть такая поговорка. Хочешь человека накормить? Дай ему еды. Но если ты хочешь, чтобы этот человек был постоянно сыт, научи его работать и зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги, я думаю, все могут. Просто нужно убрать лень. Нужно поставить цель. Но нельзя ставить, но это мое мнение, цель – деньги. Вот этого не должно быть. Потому что, когда цель – деньги, уходит честность, уходит порядочность. Но зарабатывать деньги на свои потребности, использовать их как средство, да это супер. Это возможность, вот я не знаю, возможность поездки, возможность обучения, возможность познания всего. Это твой рост. Я в 54 года поступила в институт. Когда была главой поселения, и чтобы никто не сказал, что я неграмотная, я поступила в государственное муниципальное управление. И закончила его. С отличием, диплом был самый лучший. Поэтому учиться никогда не поздно. И мне этот бизнес нравится тем, что он действительно двигается. У него новые какие-то инновации. Это просто супер. Супер, что ты придумал. Это просто супер. На сегодня таких вариантов больше нет. Это единственный вариант. И нам просто нужно двигаться вперед, делать людям добро и зарабатывать деньги. Наташа, скажи, пожалуйста, а трудно ли тебе далась карьера в сетевой компании? Роман, не буду скрывать, очень трудно. Ты знаешь, я привыкла все делать хорошо. Чтобы получить признание или сделать работу хорошо, нужно хорошо поработать. Создавать команду. Это тоже очень трудно. Я вернусь к Казахстану. И сейчас особенно я это понимаю, потому что я девочек обучала до двух-трех часов ночи. Они мне писали конспекты, они мне сдавали экзамены. А я сама-то ничего не знала. Понимаешь, у меня книжка в руках, я по этой книжке смотрю их. Я училась вместе с ними. Любой бизнес, я думаю, он сложный. Два-три года будет сложно. Но потом, когда у тебя хорошая команда, именно команда, которая видит в тебе хорошего руководителя, вот здесь уже супер. Вот здесь уже шоколадку можно съесть с коньячком. Но трудно. А как ты справлялась с трудностями? Ты знаешь, как я уже сказала, мне 62. За мои 62 трудностей их просто не перечесть. Другой раз останавливалась, взвешивала, насколько вообще нужно это преодолеть. Или можно ли это как-то обойти? Потом брала перерыв, два дня рыбалки, или хорошая компания, и потом по новой. Если мы не научимся эти трудности преодолевать, мы никогда не добьемся успеха. Мы никогда не научимся. Поэтому, какая бы она ни была, и неважно, какой будет результат, нужно попробовать все варианты. Хорошо. А что тебя мотивирует, чтобы преодолеть эти трудности? Мотивация. Да, мотивация — дело хорошее. Или как ты себя мотивируешь? Ну, ты знаешь, вот говорят, деньги зло. Вот все так говорят. О, деньги зло. А что мы значим вообще без денег? Мы можем что-то купить. Мы можем выучить своих детей. Вот, допустим, у детей, у старших только по одному образованию. Дочь первое образование, юрист, извините, платное. Второе образование, дизайнер верхней одежды, в Италии она училась. У младшего сына тоже два образования. Понимаешь, что нас даже когда не учили инвестировать, мы все равно это делали, ну, как по природе, что ли, да, вкладывая это в детей, вкладывая в себя. Поэтому трудности всегда они бывают, их нужно преодолевать. А мотивация — это дети, это семья, это хорошая жизнь. Я думаю, что это большая мотивация. А у меня еще трое внуков, понимаешь? И все хотят жить хорошо, никто не хочет остаться без квартиры, без хорошей машины. Мотивация — это моя семья. Я не сказала, что изначально я была вообще поваром. Понимаешь? Когда вопрос стал, кем ты будешь, мне мать сказала, ты знаешь, царство и небесное, женщина — это в первую очередь должна сохранить семейный очаг. И в первую очередь она должна вкусно готовить и для своих детей, и для своего мужа. Мы же знаем, что любовь мужчины иногда и через желудок, и часть это действительно так оно и есть. И кем бы я потом не работала, мы всегда искали и работу хорошую, и зарплату хорошую. Ты говоришь, мотивация. Мотивация — хорошо жить. Наташа, спасибо тебе за твое интервью. Я желаю благополучия твоей семье, и тебе всего самого-самого доброго. Спасибо тебе. Спасибо, Роман.